Зовут меня браткиевская Татьяна, не знаю, надо ли, надо. Мне 41 год. Не, 40, подождите, я что-то чуть-чуть. 40 лет. Жила с семьей, муж, трое детей. Есть старший сын, нет первого, правда, брака, но все равно он мой. Есть внучка. Прожила 40 лет в Ирпене. К сожалению, мама умерла, нет мамы. Сестра есть, брат есть. Работала, ну, много где и работала, очень много. В последнее время работала проводовцом в магазине на рынке, на нашем Ирпене. Не знаю, городок у нас славный, все знали, много кто приезжал сюда. По слухам людей, потому что к нам приходили в магазин люди, и много кто пытался запастись кое-какими товарами, судя по слухам, типа войны. Я говорю, вы в это верите? Лично говорю, я нет. Я говорю, ну, я не поверю, что в наше время, в мирное, может что-то такое случиться. Ну, как бы, да бред. И тем не менее, как раз у меня с мужем накануне 24-го числа 23-го у нас годовщина свадьбы была. То есть мы себе отмечали тихо, спокойно, 19 лет. И когда уже в 5 утра мне звонит начальница, я говорю, Таня, ты что, спишь? Я говорю, а что такое? Она говорит, бомбят вообще-то. Я говорю, в 5 утра. Я говорю, какой бомбят? Я говорю, вроде вчера не сильно много выпили, ну, какой бомбят? Выхожу на улицу и слышу вдалеке такие какие-то звуки, как будто вот выстрелы. Ну, кажется, что, может, салют спускают. Вот такой звук, как будто пускают салют. А потом уже, когда мы понимаем, что далеко это не салют, а именно выбухи чуть-чуть уже было, тогда немножко испугались. Я ей звоню, говорю, так а что мне делать? Мне на работу идти, не идти. То есть было как-то, ну, непонятно. До последнего никто не верил. А когда уже мы начали видеть, что над домом у нас летали истребители, и это было очень низко и быстро. То есть оно так вух. Я поняла, что уже что-то не так, совсем не так. И начала уже стрелять и бомбить все чаще и чаще. И потом мы поняли, что война-то началась. Много кто потом же поуезжал уже из города. Мы практически сидели, ну, до последнего. Мы две недели жили в доме под обстрелами. Было очень страшно. Распомнил мы ее посуду. И так стреляла сильно, что аж бросила все и пошла в комнату. Дети кучком все сидели. Было очень страшно. Не знаю. А 8-го числа у нас просто пропал в доме. До этого свет только забирали, не было. Сидели без света. А 8-го числа мы проснулись, уже не было ни света, ни газа, ни воды. Считаю, возле нас еще соседка была с мужем. Мы вот это вот перестукивались и спрашивали, может, кому-то что-то нужно. То она вот такая, говорит, куда вы, мол, пойдете? Я говорю, Таня, тут оставаться уже некак. Говорю, у меня трое детей. И одна из них маленькая, ей только 8. Я говорю, не, говорю, я здесь больше не могу. Я говорю, и так до последнего, потому что мне идти особо некуда. Я говорю, куда ехать, я не знаю. Ну, мы встали, 8-ое число, как бы праздник всех. И получается, очень снегопад сильный начался. Прям такой снег валил, что, говорю, как мы будем идти, если впереди ничего не видно. И тут, я не знаю, прошло буквально минут 20, снег перестал сыпать, все, солнце. Я говорю, Вова, говорю, идем. Ну, куда, что тут сидеть, говорю, я не знаю просто, что дальше делать. Бросили все, собрали кое-какие вещи. И с детьми шли под этот мост, очень долго и шли. Ну, как бы, мы вроде быстро и шли, но столько давно не ходили. Под мостом, слава богу, в тот раз в день никто не бомбил, ничего. Мы тихо перешли, я не знаю. Вот как-то с утра, я говорю, Бог нам помогал, я не видела ничего такого особо. Ну, когда и шли, то было видно кучу домов разбитых, горелых, воронки были на земле, вот дырки видно именно. Пока мы и шли, тоже с нами люди потихоньку подходили, подходили, собирались. То есть пока дошли до моста, то у нас человек 10, может, и больше было. А уже на мосту, мост разбомлен, там же переправу сложили кое-какую. То нас вот перевели, там куча уже этих по форме людей. Нас быстро перевели на другую сторону, посадили в скорую помощь. Сказали, что сейчас будем ехать очень быстро. Проехали, там, не знаю, минут пять мы ехали, недолго. Нас туда вывезли на Киев. Оттуда мы уже сели на автобус, трамвай, не знаю. Нет, трамвай, нет, троллейбус. Приехали на Киевский вокзал. А с Киева, то есть мы садились на первый попавшийся поезд. Куда он будет ехать, мы не знали. То есть четко направления у нас не было. Куда поедем, туда поедем. Ну, пол моста лежала вот так в воде. То есть, во-первых, шок. Там, ну, под мостом, там было вот такое. Там наложена эта кладка, она была, во-первых, очень скользкая, потому что я еле перешла. Бабушек, кто не может ходить, то их переносили на руках. Под мостом, я же говорю, ну, была как свалка. Там бросали люди вещи, чемоданы, ванночки. То есть там лежало все. Потому что много кто тащил, много. А потом им говорят, что, типа, куда вы все... А особенно, когда, говорят, бомбили, то люди бросали уже все и текали просто так. Я же говорю, пол моста в воде, машины перевернуты. Ну, там беспорядок полный, там все разрушено. И перейти там просто так было очень тяжело. Мы вечером слышали, что на соседской параллельной улице ехала техника. Потому что мы потом уже тоже пытались перед тем, как перед восьмым числом пойти любом бы убежище. Говорили, что у нас в школе оно есть. Но мы туда пошли, говорят, там уже все закрыли, и людей вывезли с этих. Потому что, говорю, мне уже реально страшно. Я говорю, уже не могу сидеть в этом доме. И ждать, когда, не дай бог, прилететь сюда. Потому что с каждым днем выбухи, цеплы, слышно все больше и больше. И казалось, что они все ближе и ближе. И оно не прекращалось уже. На улицу вечером вообще нельзя было выйти. Смог стоял такой, чтобы вы понимали. Ну, дышать не было чем. Вот это гарь, это вот от этого бомбежки, они просто не знали. И, во-первых, свет пропал. И на улице света не было очень давно. То есть фонари все повыключали полностью. Мы считаем, пока день еще нормально. А когда наступала ночь, света дома нет, на улице все темно. Я говорю, я еще такой темени в жизни не видела. То есть звезды на небе пропали вообще. Ну, мы выехали восьмого. Я же говорю, осталась у нас соседка, которая не захотела выезжать. У нас просто дом на три входа. То есть к одному пристроили, потом еще два. Вот, и она жила в одном из этих вот. Мы в одном, соседи в другом выехали, а в третьем она. То есть... И знаю, что точно прилетел снаряд, вот эти грады фосфорные 20... Блин, вот третьего или четвертого точно сейчас не вспомню. Мы восьмого уехали, а 23 или 24 березня прилетело вот это вот, и сгорело полностью. Все этих три дома, соседский дом сгорел. То есть и Таня сказала, что в округе нас сгорело шесть домов. Частных. Полностью сгорел, его нет. Возвращаться не знаю куда. Дома нет. А еще, как беда, сгорели и документы. У меня сестра есть, она пристроила дом, тоже у нас во дворе, и документы закрыла у себя в доме. Я говорю, если б я знала, я бы выбила или дверь, или стекло толку, что сгорело все. Так хоть документы бы остались. А так документы на дом, все сгорело. И как теперь еще что-то, мне жили, я не знаю, с чего начинать восстанавливать. У меня есть только мои документы, на меня, на детей. Слава Богу. Соседка. Ну, потому что оно, как бы обычный пожар, он не так же выжигает. А это выжигло, я не знаю, прям, ну, чтобы холодильник от пожара, обычного, ну, настолько вот, все выжигло. Просто мне показали фотографии, скинули видео, до моего дома. Ну, просто стоит маломайский коробка из кирпича. И то он такой, что вот, и вот так тронет, все насыпется. Там просто выжгло, все дотола. Обычное, как-то кажут, мне кажут, пожарное, ну, так, наверное, не сгорит. И тогда ходили слухи, что это, скорее всего, что фосфорные бомбы бросали по Ирпеню. Сгорело возле нас, очень много чего погорело. Была семинария тоже, куда мы хотели, думали сходить, типа, заховаться, но тоже ее под, ну, специально, не специально, не знаю. То есть, семинария нет. Насчет детского садика не знаю. Знаю, что просто на тот момент, когда мы еще были в Ирпене, то точно знаю, что сгорела пожарка, потому что, вблизи мы не видели, но мы видели столбы дыма. Прямо вот, выйдешь на улицу, там горит, столб валит, там валит, воинскую часть тоже у нас, тоже бухкало так, что тоже сгорело, потому что мы, когда 8-го хотели уходить, пришел мальчик и говорит, что воинскую часть подожгли, хотите, придите, типа, можете забрать продукты, потому что склад все равно, говорит, подорвали с продуктами, и надо их забирать, потому что спортятся. Ну, я знаю, что на тот момент, когда сгорел дом, она перешла к соседям жить, там у нас еще через забор соседи, там у них просто как более лес, и более, я не знаю, защищен, у них там над гаражом, типа, такое-то, то градами чуть-чуть, шесть осколками побило, но дом у них уцелел, то они ее туда, к себе забрали, кушать они, говорит, рассказывали, что она варила на огне, там в доме, типа, как камин есть, я так поняла, она рассказала, что готовили, за водой они ходили, у нас у соседки колодец, ну, света, естественно, не было, где-то подзаряжали, чуть-чуть, вот в семинарию, говорит, еще пока не спалили, то ходили, там, кушать давали им горячее, мобильный зарядить. Я бы, наверное, пожелала, чтобы они в своей жизни такого никогда не увидели, чтобы такого им никогда не пришлось пережить, потому что переживаем мы сейчас, потому что даже сидя здесь, слышать эти сирены, видеть эти выстрелы, выбухи, вот недавно тоже на днях влетали ракеты, я их прям здесь видела, и за две секунды вспомнить то, что было, не хочется обратно. Я говорю, дай бог, чтобы им такого никогда не пришлось. И пусть эти, я не знаю, родители, пусть она звонит своему сыну и просит, чтобы он вернулся домой и перестал вот этот беспредел творить. Они не понимают, что они творят. и не знаю, Продолжение следует...